За две недели апреля на территории Полевского было возбуждено 38 уголовных дел. Сотрудниками полиции было раскрыто 21 дело. Особое внимание в эти 14 дней стоит уделить случаем, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Возбуждено 7 подобных уголовных дел. Раскрыто 5. 3 из 7 по хранению, 4 по сбыту. Трое привлечено к уголовной ответственности. Из оборота изъято 63 грамма наркотических средств. 1 апреля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль такси Марк Киа Рио. У находящегося внутри в качестве пассажира жителя Полевского обнаружено и изъято 60 полимерных пакетов типа Зиплок с энметилэфедроном, обмотанных изолентой разных цветов, сотовый телефон и банковская карта. Изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем размещения закладок в городах Свердловской области. Наркозбытчику избрана мера пресечения ареста. Водителем такси оказался гражданин Киргизии. При проверке документов установлено, что находится данный гражданин на территории Российской Федерации незаконно. По данному факту составлен административный протокол и принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Забрать изъятый автомобиль у сотрудников полиции приехали еще два иностранных специалиста, которые также оказались гражданами Киргизии, находящимися на территории РФ незаконно. После составления административных протоколов они также были выдворены за пределы Российской Федерации, после чего забирать автомобиль пришлось уже непосредственно его владельцу, который является гражданином РФ. Мошенники работают по-прежнему четко. Об этом вновь сообщает статистика. За первые две недели апреля пострадало 8 жителей Полевского. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Ущерб составил 2 миллиона 891 тысячи рублей. Два дела удалось раскрыть благодаря слаженной работе представителей банка и полиции. 8 апреля жительнице Полевского 1947 года рождения поступил телефонный звонок с незнакомого абонентского номера. Женщина на другом конце провода представилась сотруднице Главного управления МВД России по Свердловской области и сообщила, что неизвестный, называющий себя племянником потерпевшей, имея доверенность, заверенную нотариусом, пытается снять деньги со счета потерпевшей, после чего предупредила, что далее с ней будет вести диалог сотрудник банка. После этого потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником Росфинмониторинга, после чего потерпевшая прекратила разговор. Затем ей стали поступать звонки с различных абонентских номеров и в результате потерпевшая все-таки взяла трубку и незнакомый мужчина, представившийся следователем ФСБ, смог убедить женщину пойти в отделение Сбербанка, снять наличные в сумме 443 тысяч рублей и передать их инкассатору, который переведет деньги на безопасный счет. Бдительные сотрудники банка, находящиеся в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска, смогли своевременно определить, что в отношении женщины совершаются мошеннические действия и сообщить в полицию, после чего потерпевшая стала дожидаться инкассатора уже с сотрудниками полиции, которые в момент передачи денежных средств задержали 17-летнего жителя Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения, арест. Несмотря на тот факт, что двумя днями ранее с потерпевшей, с сотрудниками полиции, была проведена профилактическая беседа на тему, как не стать жертвой мошенников и вручена памятка, это не помешало ей поверить злоумышленникам. Другой потерпевшей повезло меньше. Женщина 1958 года рождения сразу поверила позвонившим ей мошенникам, которые сначала представились ей сотрудниками Центробанка, а затем и сотрудникам ФСБ, который даже позвонил ей по видеосвязи. Мошенники убедили женщину приехать к управлению ФСБ в город Екатеринбург, приобрести сотовый телефон, на него установить приложение МирПэй и, используя приложение, через ближайший банкомат перевести злоумышленникам денежные средства в размере 1 миллион рублей. Напоминаем, отдел Министерства внутренних дел России по городу Полевскому находится по адресу Свердлова, 14. Телефоны доверия 8 343 50 409 91 102 112. Номер дежурной части 8 343 50 409 91. Единый телефон горячей линии МВД по Свердловской области 8 343 358 70 71.